каналы же у нас юмористические мы исключительно юмористические темы затрагиваем да и кроме того все сказанное нами в общем то является не более чем плодом нашей бурной фантазии нам же только книги писать ты затронула тему вот тех самых непонятных событий прошли которые произошли год назад в москве я делал об этом у себя на канале серию роликов где какие-то непонятные такие вот движения были с переселением людей вроде как по реновации но слишком много вопросов было по этому переселению и слишком много всего такого было там непонятного загадочного порой даже мистического и вообще в чем заключается серьезность то всей ситуации в общем смотрите в феврале прошлого года совершенно случайно наткнулся на канале там неких сталкеров мы там тоже смотрю дом заброшенный офигеть целый квартал снова так ребята если что залаз найден он прямо на торце дома вот тот дом я смотрю тоже заброшен вы представляете снова целый квартал заброшен то есть вот в этом доме я не вижу ни одного светящегося окна от 100 процентов заброшен я прям вижу заброшенные окна на видео где в общем-то они залезли в пустые дома которые вроде как расселили по реновации они ходили просто по этим квартирам снимали обстановку и было там очень много странного странность это заключалось в том что было оставлено очень много добротных хороших вещей я не скажу что там прям шикарная мебель была какая-то оставлена или что но было очень много хороших вещей оставлено которые но люди что уж там говорить не сильно богато живут тем более что уж там до расселяли не фешенебельные дома где люди до могли бы что-то там бросить расселяли обычные пятиэтажки там какой-то сталинской или чуть позже поздней постройки в общем люди конечно не шибко богатые в этих домах живут и они забрали бы в общем-то все при переезде но в квартирах оставалось очень много вещей добротных хороших которые вот я бы лично ни за что бы не оставил я бы либо забрал бы либо продал бы там кучи фотографий в том числе вот детских там допустим школьных это очень важный момент да может быть люди какой-то хлам бы оставили не стали забирать но такие вещи как фотографии семейные школьные детские это ведь память такие вещи хранят поколениями передают их через поколение и такие вещи никто бы никогда не оставил а нет это фотоальбом фотоальбом блин неудобно светить и снимать в котором сохранилась просто ну короче он полный целый фотоальбом с фотками странно что фотографии не забирают люди с собой просто миллионы фотографий черно-белых и они все порваны его там маска лежит черная это не шапка а вот знаете маска такая вот и вы тут просто-напросто миллион порванных черно-белых фотографий это выглядит довольно таки странно я бы сказала все это выглядело очень странно я нашел несколько таких каналов которые занимаются подобными съемками из этих каналов взял несколько видео я опубликовал у себя на канале задаваясь в общем то вопросом а почему так почему люди видно в некоторых квартирах даже елка еще свежая новогодняя наряженная была оставлена то есть по всем признакам было видно что во первых люди ушли вот буквально только недавно из этих квартир и плюс к этому что они уходили в спешке обалдеть ребята смотрите прям реально цветок еще совершенно живой и посмотрите как выглядит годно этот дом совершенно который не подходит под выселенные дома и очень быстро по ходу люди съехали тут прям пахнет свежим ремонтом то есть люди делали ремонт елка сохранилась недавно людей прошел новый год их резко резко заставили отсюда выехать посмотрите был довольно таки новый стеклянный стол и даже он не уехал потому что его разбили видимо люди прям в спешке покидали это место куда переселили людей совершенно непонятно обалдеть какой крутой диван оставили офигенный диван вовсю всю просто комнату тут у нас остались подушки от дивана кстати говоря совершенно запечатанные совершенно новые подушки вот от того самого дивана кровать тоже застеленная тут осталось и время застывшие время и причем очень опять таки важный момент в одном из видео но его кстати как раз по моему такие удалили с моего канала там эти сталкеры на одном из подъездов как раз и нашли наклеенное объявление о эвакуации провести эвакуационные мероприятия дома расположенного я не знаю по идее такие дома реновироваться должны но почему-то тут такое распоряжение смотрите тут реально вот это написано это судя по всему подъезд номер два и тут тоже объявление ну судя по всему тут на каждом подъезде одни и те же объявления да то же самое распоряжение провести эвакуационные мероприятия дома что расположенную по вот этому адресу во первых когда я выпустил эти ролики сразу несколько блогеров в том числе московских вдруг знаешь как по команде выпустили ролики ну в общем общей такой тематики что я мол хайпую просто на этой теме что это обычная реновация ничего такого необычного в этом нет но во всех этих видео знаешь прослеживался один сюжет один и тот же знаешь вот как будто им один сценарий написали они по одному сценарию вот это все говорили куча детских игрушек прям очень много ребят посмотрите куклы а вот здесь целая куча кассет ребята смотрите тут сохранился такая мозаика предлагаю быстро исследовать это этот подъезд потому что там кто-то крайне недоволен что мы сюда вообще попали те видео тогда у меня да они вызвали достаточно широкий резонанс людей заинтересовала эта тема но потому что видно все было наглядно как говорится и люди у людей возникали те же самые вопросы которые собственно у меня почему люди побросали все лежат тоже старые диски ой куча ракушек осталось блин зачем кто-то ставили ракушки целая тарелка ракушек можно было такое не забрать я не понимаю посмотрите паспорт российской федерации да ладно это что шутка какая-то это настоящий паспорт а это заграника военный билет пожалуйста да ладно это шутка какая-то я не понимаю что кстати ребята тут военный билет почему это не забирали я не знаю потому что данные о себе оставлять квартире которая идет под снос это такое себе занятие выходим все смотрим да мы пробовали проводить даже собственное расследование с подписчиками потому что допустим в одной из квартир нашли бейджик некоторые женщины которая как выяснилось работала зубным врачом начали про там был было название этой клинике в общем пробивали по названию клиники пробивали по имени фамилии но там тоже выяснились очень странные вещи что в общем женщина в клинике этой больше не работает куда она делась все ее страницы в соцсетях были удалены три или четыре ролика из этой серии у меня тогда удалили с канала то есть полностью мы просто свои фантазии озвучиваем что это такая колонка что это не понимаю пока что это сейф блин да ладно он закрытый ребята посмотрите это сейф такой встроенный черный огромный сейф это жесть вот такое первый раз вижу выселенных домах а точнее я хочу обратить снова ваше внимание что дома были не выселены а как-то странно эвакуированы не могу не отметить снова вот эти интересные красивые ручки голубой туалет смотрите прекрасный голубой туалет плитка голубая а здесь красная плитка была ребята как вы видели что нас спалила охрана я не знаю почему эти дома так жестко охраняют я вообще не могу понять почему такое происходит как обычно я всегда говорю на своем канале это все случайности и совпадения я когда начал в прошлом году то всю эту тему раскручивать соответственно искать же информацию и по находил в ю тубе допустим в том же на самом деле существует огромное количество youtube каналов которые вот занимаются тоже что вот по подобным заброшкам лазит по каким-то деревням я пересмотрел огромное количество видео с разных каналов с разных регионов областей деревень и городов и знаешь везде одна и та же странная картина понимаешь пустые дома ну то есть они пустые без людей но дома знаешь порой попадаются вообще вот даже продукты продукты и те остались понимаешь мебель продукты вот как будто люди просто взяли и вышли то есть посуда не помытая в раковине вот знаешь как будто люди посидели поужинали посуду побросали а пойдем прогуляемся вышли но почему-то по каким-то причинам не вернулись и огромное огромное количество таких видео целые деревни вот такие вот существуют то есть отличные добротные дома брошенные с прекрасной там мебелью обстановка и вещами но почему-то без людей мы с ребятами у там нас целая куча целая рава сейчас я всех представлю лезем выселенный квартал потому что подъезды закрыты здесь какая-то квартира ванна сохранилась и целые дома просто телевизор смотрите оставили офигеть конечно так какой он год смотрите ноябрь 2022 год бутылка вина не допитывала офигеть очень много вещей здесь осталось я к сожалению на них просто стою чтобы вам показать все это квартире дофига всего осталось конечно я же ведь ничего не утверждал что я не говорил что их там съели там что их бедных убили похитили инопланетяне или что-то еще нет весь вопрос заключался в том что это все очень странно и молчок не от жильцов не от их родственников это ведь огромное количество людей посмотрите все тарелки остались у нас на полках все осталось сохранилось даже такие кастрюли но вот этот шкаф меня просто поразил но московские блогеры да вместо того чтобы хотя бы просто съездить на место и что там ну людей опросить попытаться выяснить они наперебой начали говорить что в общем я хайпую и посмотрите тут тут все развешенку куртки одежда все осталось телевизор остался все хламьё здесь вымолено нахрен напрочь просто стиральная машина пожалуйста довольно таки новая в рабочем состоянии смотрите на кухне у нас плита осталось все тема вся это в прошлом году заглохла потому что ни сведений ни информации никакой ничего не было ну и собственно чего ворошить то что нигде никакой информации нету вот но в этом году весной в конце апреля получилось так что я полетел в москву я полетел абсолютно по своим делам по приглашению вот и моя конечно оплошность но это я уже понял только чуть позже в общем это было моей наверное фатальной ошибкой я перед полетом в москву записал видео что я лечу в москву я попытаюсь что-то выяснить по поводу вот этих самых расселённых квартир это я конечно потом уже когда анализировал понял что конечно же это сделал я зря но как говорится фарш невозможно провернуть назад обои посмотрите остались светильники но в них нету лампочек кстати говоря посолить стенка какая новая тут осталось ее вот не забрали прям новая хорошая такая стенка я прибыл в москву там занимался своими делами мы постоянно находились людьми в том числе с разными блогерами записывали видео общались в общем такая тусовка да скажем так блогерская вот ну и тут вот я решил поехать поехать по своим делам и поехать как раз что-нибудь возможно прояснить по этой ситуации поехал я сначала в люберцы и поехал я один потому что ну в общем то не с кем было поехать и в общем по пути опять таки не вдаваясь в подробности скажем так меня притормозили суровые дяденьки ну такие очень весьма аккуратные серьезные на вид которые популярно мне разъяснили во первых что ну как бы не надо в общем не в популярной форме было объяснено что не надо ничего там куда-то ездить записывать что-то там снимать и вообще не надо ковыряться в этой теме сидишь там свое мухосранске езжай обратно и сиди но если как бы я хочу продолжить эту тему то собственно выбор у меня не велик то есть мне популярно опять таки объяснили что сначала меня жестко дискредитируют в лице общественности дабы лишить меня любой поддержки людей ну а после этого скажем так я не буду это озвучивать но были такие очень жизнерадостные перспективы мне обрисованы я во-первых далеко не герой вот а во-вторых когда да ты один окружен такими серьезными дяденьками у которых там еще учет топорщица подмышками как ты знаешь весьма неуютно себя чувствуешь это сейчас вот здесь я дома как бы до по прошествии двух месяцев во-первых это были достаточно тяжелые для меня месяцы потому что ну по факту да меня вынудили записать видео которое опровергал ну а такое опровергающие видео дело в том что я пытался как-то намекнуть на то что я не по своей воле записываю это видео и картинку там я специальную прилепил и все но догадались единицы остальные начали плеваться в адрес что запугали там купили продали на следующий же день там же прям в москве я записал это видео опубликовал его конечно чуть позже но тем не менее да я его опубликовал и вот эти два месяца по возвращению домой я вот на такой вот знаешь грани находился да то ли так скажем так и спустить на тормозах эту тему то ли все-таки рассказать как она все это было дело до опасения есть но как бы москва то там я здесь все ребята мы вышли отсюда успешно если вы селинки вот посмотрите вон горят окна там сидит охрана люди должны это знать потому что как я тебе сказал вот эти два месяца у меня были достаточно тяжелые в том плане что понимаешь внутренняя борьба страшная внутренняя борьба борьба и вот это вот знаешь самобичевание то есть что тему начал но как говорится как только подкралась чего-то там куда-то как страус в песок значит голову спрятал я понял просто что если я сейчас промолчу засуну в голову в песок и так и не рассказав как она что было то во первых я себе просто потом это не прощу но это вот просто потом всю жизнь будешь сам сам себя плевать понимаешь все-таки плюс к этому я надеюсь что то сейчас когда мы все это оглашаем пространство все-таки там уже таких каких-то попыток давления на меня уже вряд ли будут предприниматься потому что это будет тогда слишком все очевидно все слишком тогда понятно станет люди должны знать если я сейчас промолчу засунув язык в одно место то ну в принципе тогда можно и закрывать свой канал вообще зачем четыре года было вообще этим заниматься это знаешь еще опять таки такая можно назвать такая журналистская хватка понимаешь на 4 года чуя там вел канал тоже там фантазии всякие всякие ни о чем бормотал а тут вроде как ну я почувствовал ну что блин за что-то действительно серьезное я ухватился понимаешь и все признаки на это показывает а самый главный признак это то что до прилетели волшебники как говорится в голубом вертолете дали мне мороженку и сказали что ну то что сказали понимаешь люди должны знать люди должны предупреждены быть наверное мы не сказали ничего но при этом мы сказали все вот так вот чем смотрите вчера мой канал был взломан а вернее сказать не канал аккаунт мой в гугле потому что именно на аккаунте находятся все три моих канала получается я вылетел из своего аккаунта и где-то минут двадцать двадцать пять у меня вообще не было доступа как позже оказалось когда я восстановил дождь за это время более 200 видео все видео за последние полтора года с моего канала были полностью удалены сейчас если я не ошибаюсь самое последнее видео которое осталось на моем канале датируются январем 2022 года то есть ну знаете по факту получается сейчас на моем канале осталась одна такая ерундестика еще с тех далеких времен когда я был ярым восстановителем сср топил за восстановление совка все остальные видео за полтора года полностью удалены то есть когда мной доступ был восстановлен я тут же сообщил об этом полиде которая также опубликовала наше видео предупредил ее вот но она сама тут же удалила свое видео наше совместное потому что но она опасалась с ее каналом произойдет то же самое она его удалила чтобы перезалить на другой безопасный канал в общем смотрите да и помимо этого она прислала скриншоты и приходили письма с угрозами то есть с нее требовали удалить это видео далее примерно в то же время но даже маленько пораньше была прям такая жесткая атака в телеграме на эти же видео причем не только на моем канале потому что несколько еще телеграм-каналов опубликовали это наше видео там она ставили огромное количество дизлайков там нету столько подписчиков блин на канале сколько там стоит дизлайков этих смайликов с какашками ну и так далее в общем такая вот дичь друзья мои происходит причем знаете самое интересное в то время когда удалялись получается видео канал был переименован хватит и вот это для меня самое непонятное потому что удаление видео я прекрасно могу понять но вот это вот знаете какой-то ребячество ну реально детский лепит я не знаю возможно это как раз было какая-то попытка дискредитации потому что ну что может же кто-то сказать что что вы дичь какую-то гоните если бы кто-то взломал канал но серьезные люди то есть мы не стали бы такой херней заниматься переименовывать канал хватит срать это действительно детский лепит но тем не менее а еще если мне кто-то скажет что очень так легко взломать youtube канал но это друзья мои это очень смешно я еще раз повторю там стоит двухэтапная идентификация пользователя но факт остается фактом в общем вот такая вот дичь друзья вот несколько подписчиков мне тоже писали об угрозах когда они пытались там засунуть нос в это дело в общем я не знаю что за хрень там происходит или происходило но я понимаю одно что но нельзя бросать эту тему несмотря ни на что ну теперь по понятным причинам здесь на ю тубе я ничего вообще больше на эту тему публиковать не буду только в телеграме сегодня как раз этом закинул несколько видео по этой хреновации там даже есть до люди которые действительно переехали но там то что люди говорят об этих квартирах которые им дали в общем там жесть это такие там клоповники в человейне как жутки но и причем конечно далеко не факт что это именно те люди именно оттуда короче история крайне непонятная крайне запутанная но в любом случае здесь на ю тубе больше ничего я на эту тему публиковать не буду его последствия но вы сами можете видеть но так что вот так вот друзья пока больше я по факту вам сказать ничего не могу потому что сам еще до конца них рено не в чем не разобрался только у меня будет какая-то новая информация я вам обязательно об этом сообщу мы постараюсь почаще выходить на связь дабы вы понимали что ну как бы все нормально все друзья я на этом с вами пока прощаюсь всего доброго и до скорых встреч что ребятки судя по всему судя по всему вот это вот то что происходит и называется доигрался хер на скрипке я так понимаю дотрындился я окончательно с этими квартирами с этими домами за мной приехали из послата меня только то чтобы я не спал главное то что у меня через сарайку через пристройку можно выскочить через второй выход вот так вот как вам такое и ладно маски я убрать чем был домашних трекушках футболки босиком на тапочках как вам такое вот так вот ребятки вообще залез я короче значится вообще куда-то хрен его знает куда надо было заткнуться когда удалили она удалили видео с канала надо было заткнуться и не продолжать эту тему но нет же могли такие же мы же до конца до того будем выяснять вот он итог что теперь приходится бежать без оглядки куда чего короче ребята я пока вообще не знаю как чуть делать буду где как говорится наша не пропадала теперь уже чё за нее все но не врубишь и деваться некуда ребята я хочу вас попросить кто может поддержите пожалуйста деньгами я не знаю я смогу нет сейчас на телефоне скопировать в описании реквизиты они со что есть моими двумя предыдущими роликами правда опять-таки я бы правда опять-таки я пока не знаю как их снять потом чтобы не вычислили но это же ладно дело как говорится 10 в общем друзья я даже знаю что вам сказать да и какого хрена хрен ли тут как говорится скажешь я вас прошу в общем кто может окажите помощь потому что по сути я вот выскочил успел только сумочку свою походную с документами схватить и телефон и все вместе вообще с голой задницей еще и раздеты ко всему в придачу в общем вот такие вот друзья выручайте кто может кто не может просто промолчите и знайте чтобы домолчитесь вот так вот придут просто за каждым и неважно за ты против против этих или против тех за этих или за тех уже видите что получается когда начинаешь лезть туда куда не нужно и говорить то что не нужно вот и думайте как мы будем жить в этой стране теперь еще и как бы вообще валить бы с этой страны бы не пришлось потому что судя по всему каши каши какая-то заваривается вообще блять конкретно вот так вот друзья если короче если чё если я что-то делал не так ну извиняйте я хотел как лучше всем людям я хочу сказать только одно люди вот просто будьте бдительны не надо там чего-то какие-то телодвижения такие прям резкие предпринимать просто будьте осторожны и бдительны знаете что прям сегодня или прям завтра прям рядом с вами уже может что-то случится идешь а стоит ли она того стоит а последствиях задумывался может вернуться пока не поздно хотя не ты первый не ты последний продолжение темы с леонардом точнее с его пропажей неожиданной вот куда исчез человек мне неизвестно вот но я принял решение посоветовавшись с некоторыми людьми чтобы объявить его в розыск потому что непонятно чем эта история может закончиться для него потому что непонятно чем эта история может закончиться все кто это затевают затевает вот это все этим людям я адресовую доиграетесь для него я думаю что если он будет на виду и будет общаться с нами то ситуацию можно будет разрешить какой бы она не было все таки у нас есть еще рычаги есть возможности уладить эту или иную ситуацию вот и я до конца не понимаю вообще кто занимается его преследованием опять же с его слов вот поэтому принял решение обратиться в правоохранительные органы так как человека уже нету по сути четыре дня местоположение его неизвестно что с ним неизвестно вот данные у меня его есть для того чтобы их передать так скажем заявление указать чтобы проверили конце концов система должна работать той стране которой он живет кроме этого я хочу обратиться в лизу alert для того чтобы его также попробовали поискать ну и плюс к этому я создал группу которая будет обзванивать больницы ну как это обычно бывает при пропаже человека потому что мне как и вам интересно разобраться в этой ситуации я не могу просто так пустить на самотек и наблюдать что же будет дальше поэтому принял такое решение и вот его вам озвучиваю завтрашнего дня все заявления улетят в нужные адреса вот предварительно я уже созвонился сейчас пока идет обзвон различных учреждений если что-то случается то куда он может попасть в принципе вот так что будем следить за данной ситуации я ее не отпускаю ребят да я напоминаю что мы просто озвучиваем свои фантазии хайпуем ну и постараемся конечно максимально распространить это видео опять таки не для хайпа а в первую очередь для того чтобы обезопасить себя знаете лавры героя меня не прельщают тем более лавры героя посмертно а и Субтитры подогнал «Симон»